То есть вот есть такой принцип солидарной ответственности. Он существует. Есть акционеры, которые в периоды, когда там было все хорошо и жирно, собственно, деньги зарабатывали. И я, как понимаю, очень неплохие деньги. А когда вот стало вот так, как есть сейчас, вдруг никого не стало. Один греется в Израиле, другой там, который имеет косвенное отношение, говорит, что никакого отношения к этому не имеет и так далее. Я уверен, что эти деньги есть. Это, наверное, был бы самый такой справедливый принцип решения этих вопросов. И пытаться сейчас рассказывать о том, что мы тут вот давайте как-то все вместе, всем миром теперь будем кого-то спасать. Почему-то всем миром мы прибыль не делили, когда она была. Что у нас подобная же ситуация возникла из КЖСИ. Кстати говоря, не без участия Green Flight. Не без участия Green Flight. У нас она возникла. Возникла очень жесткая. Мы, собственно, приняли единственное, на мой взгляд, в этом правильное решение. Мы, как, собственно, учредители этой компании, приняли решение, взяли на себя, на бюджет вот эту проблему. Мы ее решили, эту проблему. Потому что, в принципе, переложить ее на дольщиков, это, ну, полная социальная безответственность. Борис Александрович, ну, как бы я не готов сказать, куда деньги ушли, пускай ищут правоохранительные органы. Это хорошее предложение. Мы обязательно воспользуемся вашим предложением. Мы с ним будем работать, с этим банком. Я понимаю сейчас, что надо с ним начать работать. Но я просто понимаю, что в долгих переговорах с вами, с неким выяснением, какая ваша стратегия, какая ваша тактика, да, они поняли, что никакой ее нет. Очередной раз, дай еще денег, и, может быть, мы там когда-нибудь, чего не будем. То есть, это пирамида, да? Это пирамида? А что это? По большому счету, это, конечно же, пирамида. Без привлечения новых дольщиков строительство должно быть и целевого расходования. Средства, конечно же, строительство можно было бы увеличивать. Так, два пакета. Бутакова и Мастарюкова. Насколько акционеры готовы принимать участие в решении тех проблем, которые возникли? Готовы на сегодняшний день. Какими деньгами? Банк готов был принять также договоры долевого участия на сумму 500 миллионов, которые сейчас, в этот период, как раз где-то в октябре, наверное, 30, я сейчас точную дату не помню, были вложены проспектом 500 миллионов рублей, 509. Эти договоры сейчас деньги отцеплены договорами долевого участия. Банк готов рассмотреть вот этот залог. Помимо этого, по предварительным свидетелям я не готов сейчас говорить, потому что я еще не встречался ни с кем, это только так. Так, еще 300 миллионов рассматривается. В каком виде, я не знаю. Что такое проспект? Сеть торговая. Торговая сеть. Проспект? Кому принадлежит? Ну, как я полагаю, Юревичу Валерию Михайловичу, наверное. Юревичу Валерию Михайловичу. То есть, он косвенным образом подтверждает свое участие в этих процессах. Какой финансовый план есть? Какой? Сколько? Какие деньги нужны? Он построен в диалоге с дочниками, этот финансовый план? Нет пока. Нет, ну а как мы можем его считать финансовым планом, если у вас дольщиков 7 тысяч человек, которые, по сути своей, будут требовать каких-то своих, у каждого свое решение? То есть, важно же вот эти вещи нам решить, правильно я понимаю? Сейчас пока ведется статистика, мы примерно представляем объем всех требований. У вас ведется статистика, а у нас ведутся вот эти, пикеты. А у вас статистика, а у нас пикеты. Это были риски акционеров, они реализовали, к сожалению. И акционеры должны нести эти риски на себе, а не пытаться их перекладывать каждый раз на всю страну. Большому кораблю, большую торпеду. Да, да. А как иначе-то? В данном случае торпеда прилетела уже, надо оставлять его на плаву, лечить надо. Потому что, собственно, все остальное мне не сильно беспокоит. Состояние банка, акционеров. А вот подрядчики, подрядчики, там тоже люди из зарплаты. Если они добросовестные, если опять же это не была какая-то очередная схема. Опять же, при условии, что они добросовестные. И дольщики. Но это точно, мы не можем себе позволить, сводить на них свои риски. Что ведется целенаправленная кампания юристами по зарабатыванию денег. И дольщиков собирают и говорят, мы вам сделаем столько денег. Подписывайте. Подписывайте документы, мы в суде сами все решим. И сейчас, например, ходят и продают задолженность. Вот эту задолженность продают реально за живые деньги. В сегодняшний день это 50-40% от номинала. Уже вот сейчас. Может быть, все-таки именно это происходит, потому что мы не участвуем в этих процессах. Если бы мы сказали, что у вас есть перспектива остаться на этих деньгах, если у вас есть перспектива получить квартиры, никто бы в дисконт 50%, никто бы на халяве, извиняюсь, никто бы не дал бы отбор заработать. Коллеги, не больше, чем до конца наношнего дня. Вот хотя бы так в первом приближении. Потому что переговоры, ситуация очень жесткая. Это переговоры, я буду включаться в ближайшие дни, в праздничные дни. Поэтому вот не больше. Надо озвучить позицию вкладчикам и все-таки предложить им пока относиться к этому процессу с пониманием. И не входить в какие-то, не принимать решения продажи с таким серьезным дисконтом, каким-то неким компаниям, которые пытаются заработать на этой проблеме. Если я обращаюсь к акционерам, посильно участвовать в финансовом оздоровлении компаний, находить и в модели, и в модели. Я хочу увидеть, как акционеры будут пополнять оборотные ресурсы. Либо напишите, что нет, тоже мне будет понятна эта позиция. Ответственность акционеров, я настаиваю, ответственность акционеров, есть понимание. Вот она такая, она должна быть. И все именно этого от нас и ждут. И я с нетерпением жду этого. Спасибо.